добрый день вечер ночь уважаем подписчику из канала сегодня я с вами влад грим и сегодня у гостях замечательный алексей алексей расскажите про себя и про ваш проект всем привет сосна я являюсь автором настольной ролевой игры темный рубеж если вкратце это универсальная система правил для проведения игр в жанре научно-фантастического хоррора она подходит для непродолжительных кампаний и небольших сценариев собственно меня есть группы я надеюсь ссылкой как-то можно в описании ли не собственно заходите подписывайтесь следите за новостями там есть несколько статей где рассказываются о чем игра история о том как она создавалась ну и немножко про механики тоже есть а какая система игры система на чем она базируется да да на самом деле это самописная система но она основана на так называемый стоп дайс механики когда у тебя есть кубики от 4 до моей системе по он не используется до 12 и каждый шаг то есть почему называется стоп дайс потому что идет увеличение то есть до 4 до до 6 это один шаг и чем больше у тебя кубик тем лучше для тебя если говорить допустим про ресурсы то до 12 ресурсов это очень много ресурс а до 4 это очень мало они могут закончиться в любой момент там обычно кидается вот этот кубик если выпадает 12 то у тебя либо понижается на одну ступень либо заканчивается если это был до 4 то в 1 и 2 это 50 процентов соответственно 50 процентов вероятность что у тебя этот ресурс закончится собственно правило на этом основана то есть у тебя есть характеристики и навыки и по сути у тебя два кубика каждый из которых один относится характеристикам допустим телосложения на и навык ну допустим ближний бой на если у тебя там телосложения скажем там до 10 то есть очень сильный креп крепкого телосложения и ближний бой у тебя тоже до 10 то есть ты почти что эксперт в этом деле то тебя очень большой шанс то есть там идет проверка против сложности соответственно у тебя большой шанс преодолеть эту сложность по сути это как в dnd то есть там мастер может задать определенную сложность против которой ты кидаешь ты кидаешь два кубика складываешь результаты броска и сравниваешь со значением результата если ты преодолел определенный порог то ты преуспел если нет то не не преуспел а вот смотри но вот у нас допустим вот есть игры в ранге тоже космической научно научного хоррора космического вот есть нас чужой есть мазар шип а вот почему вот чем фишка твои игры можешь рассказать можно начать даже с истории почему я вообще захотел создавать за темный рубеж 2019 году по он да это был 2019 год я когда узнал я вот даже не помню его откуда что есть такая замечательная игра мазар шип я захотел ее провести привел ее для своих друзей мне очень понравилось сама простота то есть и версткой самой книжечки до правил она небольшая там ну грубо ты за вечер можете прочитать я собственно помню за вечер и и прочитал единственно что она тогда была на английском тот кто знает английский не проблема там нет никаких сложных терминов собственно после там dnd где 300 страниц толстой книги которые даже от корки до корки не читал никогда то вот эта игра мне очень впечатлила своей простотой потом в этой в книге правил там было все то есть берешь и играешь поэтому я ее провел но что мне было непривычно неудобно то что там нету именно навыков привычных для меня и привычных для меня там характеристик поэтому я и тогда его по моему вышло уже элен рпдж точно не помню я с ней ознакомился и меня возникла идея совместить эти две игры чтобы была и простая и при этом были доступны тем навыки и характеристик котором я привык собственно по сути темный рубеж это гибрид такой потомок этих двух систем чем он отличается я бы сказал что у него больше общего с ними чем отличий отличие наверное основное от элен рпдж это то что там нету так много кубиков там немножко по-другому строится проверка стресса ну это общее отличие от модель шипи или нрпдж у меня совсем по-другому идет механика стресса как она идет и на это есть отдельная статья там прям детально рассказывается о том то есть это можно прям отдельность подкаст сделать мне кажется потому что там очень много на самом деле подробно разбирается и есть недостатки стресса у модель шипу элен и почему я собственно сделал свою механику и чем мне на мой взгляд она кажется лучше чем те которые есть у этих двух систем а если кратко если кратко кратко не получится но суть там то же самое персонаж получает со временем стресс в какой-то момент вот здесь кстати начинается отличие от допустим от элен то что мастер управляет именам когда игрок должен пройти проверку на стресс потому что в элен рпдж там стресс наступает когда выпадает определенное значение на кубики то есть мастер не может этим управлять и иногда возникают очень смешные ситуации когда вроде подбежал кругу чтобы его ударить кидаешь кубики у тебя выпадает стресс ты в панике бросаешь оружие убегаешь вот естественно это может вызвать некоторую комедию когда ты хочешь вроде провести серьезную коррорную игру у тебя выходит какая-то комедия это в данном случае когда мастер имеет возможность управлять именно задавать определять момент когда игрок должен прийти с проверкой стресс это лишь хорошо и в мазар шип по моему так и есть но сама механика там чужая то есть где-то кидаешь кубики по одному а когда у тебя идет проверка стресса ты должен кидать кубики по-другому там другие кубики и по-другому естественно это выглядит инородно в моей же системе это такая же проверка как любая берешь 2 кубика 1 1 кубик идет от по моему вот спас баска я сейчас забыл 2 от от характеристики по моему ты кидаешь и сравниваешь с этим уровнем стресса собственно ли тебе это есть твой порог который тебе надо преодолеть и не преодолевая что все это происходит да собственно ты паникуешь у тебя есть эффекты паники надо будет кинуть до 6 кубик прибавить свой уровень текущего стресса соответственно чем выше у тебя уровень стресса тем хуже для тебя эффект ну как чужом там тоже вот чем больше а уровень ты добавляешь кубик который кидаешь да и в мазарши по моему также сделано и в элен чем больше у тебя стресс тем хуже эффект соответственно если у тебя маленький уровень стресса но так получил что он дальше не на твоей стороне и ты запаниковал то эффект может быть даже положительный допустим всплеск адреналина а если у тебя очень большой уровень стресса то последствия конечно для тебя самый плачевный это допустим безумие если наступает безумие ты уже получаешь определенную ментальную травму есть простые точнее безобидные ментальные травмы такие как там ночные кошмары а есть прямо потеря рассудка когда твой персонаж переходит под контроль ведущего собственные грубо говоря погибаешь как личность а вот у тебя есть бесплатные какие-то определенные референсы для своей игры ну например что больше делал пор например ну алинас понятно что там не скрываем и буквально мазаршип он вообще обобщает весь пор космический то есть там и сквозь горизонт и все остальное а у тебя есть какие-то определенные референс или ты тоже обобщал как в этом плане в этом плане я пошел по пути мазаршип собственно система подразумевать что можно играть водить то есть она универсальна до соответственно можно вводить по любой вселенной кое хочешь хоть там dead space у меня там есть референс на светлячок некоторые спрашивали почему вроде светлячок это не хоррор на самом деле там есть определенные моменты в самом сериале где трубы на кораблях привязаны например или вот этот миссии серии в принципе коррока хоррора поэтому можно поиграть и светлячка на самом деле а так если брать там сериал экспансия допустим можно поиграть в экспансию ясно что там в самом сериале очень есть много сражений на космических кораблях у меня этого нету в правилах если прямо референс и референс и давать то я бы посоветовал какие-нибудь фильмы допустим красная планета фильм хоррор если не смотрел посмотри даже черная дыра не знаю пандору что там есть еще последние дни на марсе ну это понятно слушай а вот все хоррорные фильмы которые можешь найти про космос можешь использовать а как у тебя монстры работают пор игр вообще принципе очень важно чтобы условно по им каждое появление монстра это было какое-то событие у тебя есть какие-то особые механики в чужом как мы знаем там условно чужой он он опасен тем что он непредсказуем потому что играет нет нет мастера от кубики буквально плюс он еще при этом дико смертоносный и буквально ваншот персонажа это обычное дело в игре а мазар шипе тоже принципе там вступать в бой это как бы лучше всего этого убегать если сравнивать допустим мою игру и мазар шип то если ты помнишь что там тоже нету в основной книге правил она называется по моему player правил кайт то там нету никаких монстров там только описание того как ты можешь играть игру персонажем но со стороны мастера там ничего нет у меня собственно то же самое то есть в моей основной книги правила она так и называется книга игрока собственно подвижна что игрок возьмет эту книгу прочитает и будет играть для мастера книги пока отдельный нету планируется там будет описание того как как раз как можно создавать своих монстров и дополнительные там правило возможно я пока не знаю не буду загадывать вот если говорить про быстрый старт который вышел то там есть монстры там есть описание как они работают какие кубики надо кидать по сути здесь массе мастер уволен делать все что хочет он может вообще кубы не кидать он может взять те же механики допустим не за или если ему хочется поиграть в мире чужих пожалуйста возьми поведение монстр чужого из или нрпдж но так ты можешь кидать любой кубик как хочешь то есть одно усмотрение мастера можно вообще не кидать рассказать он тебя там нападает защищайся если говорить про механики которые поддерживают допустим как ты сказал появление монстра то там есть источники стресса где указано что если ты допустим первый раз встречаешься монстр то ты получаешь за это стресс а также допустим мастер может попросить тебя пройти проверку панике если дело идет уже как дошло до сражения то есть фаза неожиданности когда монстр тебя застает врасплох ты по сути пропускаешь свой первый ход игра на самом деле не такая смертоносная как может показаться на на первый взгляд но это лишь из-за того что я добавил специально как называются не знаю большим чем не есть пункт называется смерть там есть три квадратика каждый раз ты зачеркиваешь один из этих квадратиков если ты зачеркнулся 3 то ты умер естественно если ты получил ранение в бою она называться там тяжелое ранение это по сути твой персонаж выведен из строя не может продолжать участвовать в бою то он начинает проходить проверку смерти и каждый раз когда он проваливают свою проверку он зачеркивает один из этих квадратиков соответственно у него есть по сути три хода когда его могут оживить грубо говоря поднять на ноги если ему не оказать медицинскую помощь в этом время то он умрет скорее всего то есть с одной стороны есть определенный то есть это не так что ты получил пулю в голову и умер у тебя есть еще там определенный шанс что тебя могут вернуть в игру и и забавного если ему поговорить про боевку у меня есть некоторые таланты которые помогают в бою есть один час я попробую вспомнить как он называется всего лишь царапину кому-то всего лишь царапина по сути ты можешь то есть ты получил тяжелое ранение но ты можешь как наш фильмах там типа это всего лишь царапина и ты можешь продолжить бой и вернуть 1 до 4 хп себе и продолжить будет есть определенные механики которые поддерживают такой жанр как боевиках соответственно если ты хочешь очень хочешь поиграть не знаю там звездный десант убивать жуков ты можешь взять эту систему и поводить конь такой вот боевичок то есть система не такая смертоносная как мазать шип тот же чужой я бы сказал на уровне потому что на самом деле мазать шип тоже я бы не сказал что на прям смертоносно смертоносно там броня ломается тебе после удара или мне кажется даже поле смертоносная но он да из детства ваншоты и сплошные но там зависит от того повезло ли тебе на броске кубиков по ранениям у меня кстати нету такой обширной таблицы получения ранений там не знаю там будут сломан нос на ранение в паховую область такого нету здесь немножко по-другому сделано когда ты получаешь тяжелое ранение ты кидаешь кубик 1 до 10 и в зависимости от этого значения которое выполнен этом кубике допустим на единицы ты сразу переходишь в стадию проверку на смерть то есть по сути да если ты получил пулю и так так вышло что ты плохо кинул там потому что когда ты получаешь урон ты должен сделать проверку стойкости против ранения допустим мне при меня стрельнули из пистолета я получила у меня три урона на я это считается ранение 3 ранения 3 пункта ранения правильно сказать я должен пройти проверку стойкости если я не прошел проверку стойкости против 3 то я получаю тяжелое ранение я кидаю 1 до 10 у меня выпала единица и по сути я сразу перехожу к проверку смерти то есть можно считать что это смертоносная игра я я могу сказать что да попала пули в голову все ты истекаешь крови если тебя не поднимут за это время ты по сути умрешь вспомню и смешную историю с чужого когда мы играли кампейн большой именно боевой чужой то есть больше отсылка вторую часть было там у нас я специально решил в последней миссии выпустить на игроков предприемцев самых мощных чужих и они гады все время на кубики бросали позвать на помощь вместо так вот следуете они всю игру орали короче но я специально думал игроки такие смеются над ними плотка орда чужих приходит крепление отступаем вот но самое смешное было что самый опасный противник был грудолом обычно комнату где были как раз люди из которых грудолом выбрались дофига грудолом был там целая орда их напала один грудолом два раза подряд шестерка выкинул там ваншот укус в горло короче вот и он двух игроков подряд убил все офигелись я по сути быстрый старт это тоже игра про чужих и сейчас и я когда вводил ее для своих друзей не о том тоже была фишка с грудоломом который укусил шею ну чоку конечно повезло он не умер сразу когда он убежал потом но чувак на он получил ранению шею истекал кровью но выжил и если продолжить тему про травму про табличку то когда ты кинул 1 до 10 у тебя есть такие варианты как допустим понизить кость телосложения на одну ступень соответственно тяжелое ранение это не просто какое-то описание то есть она физически влияет на тебя понижает вы их характеристики по сути это как валян единство что там ты получаешь прям то то есть у тебя там есть описание не знаю там простреленная нога ты не можешь бегать здесь конечно такого нету ограничения но характеристики у тебя понижаются и если в какой-то момент характеристика понизилась до нуля то ты считаешь что перри перешел в стадию проверку на смерть вот собственно так так это работает кстати вот очень важный вопрос а что по поводу андроидов аугметики роботов в книге правил об этом нету но когда я водил для своих друзей у меня один android был единственное что мы так не доиграли в эту игру поэтому никто об этом не узнал кроме меня и игрока который играл с андроида но у меня в голове есть определенные правила как это делать и возможно я когда-нибудь выпущу может даже мастер гайде это будет дополнительная механика как играть с андроида потому что там есть нюансы там те же самые получение травм там будет по-другому работать и стресс на там до стресс по-другому работаю будет там много-много чего те же всякие опасные воздействия тому души да и так далее поэтому это прямо на отдельную брошюрку он опрашивается ну просто у этих же ума за шипа есть отдельный брошюр где много вариантов разных роу чисто робот там всякие выведенные люди киборги вот и ума за шипа еще есть вроде отдельно до космическую киберпанк станцию там где обширные такой список алгметики прикольно а паунта flash ли когда да 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 понял ну возможно это это когда-нибудь дойду скорее всего меня будет тоже два варианта это классический android как в чужом ими чужой и возможно второй вариант это как в игре alien isolation такие без человеческого лица до грубо говоря сейчас мне кажется второй вариант это больше как монстр потому что игроки с равно они же люди точнее android пытается быть человек в этом плане то есть за него будет интереснее играть чем за бездушную машину хотя всем можно если хочешь почему бы нет на самом деле есть прикольно еще вариант персонажи это такой если сделать то можно даже будет эксклюзивная рога скажет что умеет такой вариант персонажа ты не читал книгу ложная слепота ночью книги питера вот сами читал не слышал но нет короче научная фантастика где автор по сути у него вот ложная слепота их апраксия две книги и там один из видов персонажа то есть до первой книги там собирается экипаж корабля который отправляется условно совершать первый контакт с пришельцами и там отбираются люди там как раз очень много прикольных архетипов интересных типа девушки у которой буквально три личности внутри то есть там будущее настолько подвинута что она может любой момент личности менять свои и каждая личность иметь какую-то особую фишку то есть пример у тебя есть личность инженера допустим и личность этого историка и и при этом если по-разному в разные характера имеет свои вот потом там был ну кстати вот как пример можно брать спокойно там был персонаж который просто дофига познает то есть это буквально ходячий компьютер нет он имеет дофига знаний но не имеет практически то есть он должен быть дико физически слабый но иметь зато дофига этих ну навыков на знание знать буквально компьютер то есть у него буквально google в мозгу вот там инженеры всякие военные там чисто управляют армией этих дронов сам не воюют у него просто контроль над дронами вот а в самый главный фишка почему это все привел капитан корабля это вампир то есть по книге они там возродили нашли где-то там днк древних вампиров которые жили очень давно но они вымерли за того что они боялись прямых углов буквально я люди начали строить дома это не комедия серьезно научная серьезная фантастика да там это все объясняется с научной точки зрения такое там потому что у них особо взгляды все такое вот и вампир там по сути вот он типа супер сильный он пьет кровь как бы но он по сути как член экипажа то есть как игровой персонаж имеет свои фишки свои плюс свои минусы и вот даже если просто делать preference к этой книге например вот вы хотите там условно а давайте-ка мы добавим в космический хоррор элементы из фэнтези то есть но даже не из фэнтези потому что их апраксия фантастика вот просто перенесем как бы вот это вот сделаем то есть допустим а почему у нас не был этот как там космический некромант то есть человек который пользует не роботов допустим а условно сервов то есть это допустим заключенные которым удалили мозг и они там как слуги трудятся на корабле такой знаешь типа некромант такой тип из трупов может делать примитивных дронов роботов это так как примеры просто как как вариант чтобы добавить какую-то фишку уникально можно в принципе если мастер рука с этого может все сделать сам зачем для этого ракета дополнительные правила если он хочет игрок хочет такого себе персонажа пожалуйста ну то есть у тебя получается такой система которая прям хорошо на специально подготовлена для хаков чтобы каждый мастер мог игру под себя подстроить в принципе когда я делал игру я с отдал модульность чтобы сверху можно было что-то еще докручивать допустим у меня была идея раз докрутить там делать систему про типа боевые отряды где они будут ну типа как стартруперс до убивать жуков каких-нибудь ну или или если брать фильм там чужие ноги у тебя отряд морпехов а вот они идут сражаются меня игра без класса соответственно если говорить про опять отличие от того же эллины или матуши ты можешь здесь ты можешь построить любого персонажа которого хочешь они отличаются помимо характеристик там навыков есть таланты собственно таланты это подкрутка твоего персонажа до какого-то архетипа ты можешь быть не знаю взять там например сейчас поищем военный хирург а взять талант не знаю выживший сейчас сразу подчеркивают то что ты допустим бывший военный да ты прошел какую-то заварушку ты выжил и при этом вот ты спасаешь там людей ты врач там хирург допустим взять притягательный на и ты можешь играть куртизанка это там в вселенной светлячок говоря или духовный наставник на из талант пожалуйста может быть там не священником или просто набожным человеком самые сложные особенно в научной фантастике играть за святошу это как по мне самый неблагодарный выбор потому что он нас очень непрактичен во многих историях получается ну почему-то сетлячки я же был нет я не посвящен я в целом потому что я у даже мазар шип я такой там есть теологии навык ну и навыки ну вот тип знаний теологии и такой вот никто не берет а я возьму как я там в одной ситуации использовал в этом кстати один из недостатков мазар шип то что ты допустим если тебе не знаю тебя ждет по сути ну ты можешь словно исследование метеоритов когда да да то есть ты можешь быть там не знаю шахтером а тебя закинули не знаю на подводную лодку и ты такой буду делать где камни где копать но это в целом главная проблема таких игр что на самом деле ты всегда выбираешь то что тебе точно пригодится это почти с давать боевые навыки то есть вообще в принципе в хоррорах вот я играл в чужого в мазар шип играл я вырубил я вообще выработать себя простую такую тактику что точно брать это стелс тебя спасет ну смотри возьмешь ты стелс на а у тебя закрыта дверь а у тебя нету там навыка не знаю механизмы или там устройство чтобы взломать дверь и чё как тестос поможет но инженерия за и в принципе да то есть на самом деле вот в чем суть вообще вот этих вот космических вообще сеттингов научных фантастических что это буквально dead space вспоминаешь первый что буквально все вокруг одного не то есть есть у вас компании есть жрец дудец короче артист там один солдат все вокруг жить будет инженера крутится потому что единственно почини хоть что-то как бы спасти ситуацию ну допустим если говорить про быстрый старт у меня там даже два инженера один он больше как и механика другой именно как с устройствами у меня просто есть два навыка которыми ты по ней можешь пытаться взломать шлюз на если при прошлюз это использовать навык механизмы либо использовать навык устройства один навык идет от телосложения другой от разума естественно ты можешь быть грубо говоря таким хакером на умный такой парень щупленький а может быть таким здоровенным мужиком механиком с гащим ключом всем раздавать чужом буквально есть типа взлом терминалов а есть взлом типа ломом короче вот ну да на самом деле ну если говорить про персонажи да какие навыки брать то конечно пригодятся любые если сценарий построен сбалансированным то и стрельба пригодится на и устройство для взлома там шлюзов не знаю лидерские какие-то качества если тебя там есть командир потому что здесь кстати навыки лидерства они не просто они воздействуют на бой тоже то есть ты можешь отдавать приказы в бою и давать другим персонажам преимущество если модель приказ они его поняли приняли и готовы исполнять то у них дополнительный кубик дается преимущество так что есть полезные навыки и без медика без медика никуда кто будь аштопать извлекать чужого из тебя ты ну то есть получается вот например чужом да в первой книге не берем сейчас доп про маринов у тебя был тут ты берешь марины у тебя такой однообразный получается ты понял тебя есть возможность собрать именно чтобы каждый marine был уникальный при этом да ты можешь допустим если хочешь поиграть именно отрядом морской пехоты хотя они в космосе да тот же хайнлайн до звездный десант до звездный десант допустим берешь всем талант по умолчанию там боевая подготовка у них сразу плюс один ступень для ближнего боя и дальнего то есть они все прошли какую-то военную подготовку а дальше берешь там один военный хирург другой допустим вспыльчивый или талантом беглый огонь у одного есть у друга там выстрел в упор там 3 там пулеметчик 4 не знаю старый волк стальные нервы тут есть очень тут куча куча интересных талантов которые дают какую-то изюминку твоему персонажу есть манипулятор который может там поставить другого есть специальный талант именно для инженеров называется мастер своего дела есть там специальный талант для ученого называется исследование в общем тут есть такие общие таланты есть поле подходящий для определенного архетипа ну и наверное последний вопрос игра она внутри есть возможность сыграть в компании то есть допустим многие игры например тут же мазаршип например тот же чужой они них видно вот это вот условно рассчитанность на ваншот на игру вот что можешь сказать про свои то есть если у тебя какой-то вот возможность роста персонажа и как бы играет предполагает ваншот или можно играть в компании я бы сказал что нам больше рассчитана на непродолжительной компании но если хочется прям в компанию долгу да можно есть раздел специально для этого ты можешь получать опыт ты можешь прокачивать свои навыки получает а новые таланты и так далее предметы то есть если хочешь можешь другое дело надо ли она тебе то есть это очень сложно представить что у тебя органа игра это именно компания потому что обычно если эта компания то это больше уже какой-то космо опера они хороши ну допустим боевое поделим звезд десанта да но это основной больше как боевик чем коррор ну да ты можешь можешь если хочешь ну ну из истории стоит тут обозначить что быстрый старт который вышел да там нет всех этих талантов отдельных то есть если хочется именно своего персонажа создать то надо приобрести книгу игрока без меня никуда коммерция пошла капитализм а и кстати сейчас есть скидочка на это до конца лета до приобретайте ну я думаю возможно на этом канале мы даже проведем игру игре с алексей согласен провести нам или поучаствовать игрок обговорим так ну что спасибо что пришел было очень интересно чего тебе да ребята если у вас есть свои игры ходить и расскажем нам очень важно чтобы наши системы наши мастера показываешь нового уникальное и очень интересно что люди соединяют буквально две хорошие игры про космический хоррор и делаешь свое уникальное который бы давала бы условно третий путь выбор между тремя системами играми так что спасибо алексей пришел спасибо тебе до новых встреч пока пока